Помните, у Сергея Михалкова мороз надевают ребята коньки? Так вот, некоторые, однажды их надев, практически не снимают, потому что делают спорт образом, а возможно и смыслом жизни. Павел Игошин побывал на городском первенстве по конькобежному спорту и узнал, почему будущие чемпионы влюбляются в лед. Давайте посмотрим. Зима, красота, и мы такие на льду, а лед скользкий, как-то влюбляешься в это быстро, и вообще классно. Какая-то поэзия. Есть, конечно, а стихи хочется писать. От такого великолепия стихи действительно рождаются сами собой. Зима, конькобежец торжествуя, по льду несется в попыхах. Но далеко не все готовы оценить подобное зрелище. Заниматься конькобежным спортом в Хабаровске не спешат, такова проза жизни. На городские соревнования заявилось только 80 ребят, а могло быть гораздо больше. Наш спорт не так сильно популяризируется. Условия открытого катка немного отталкивают родителей для занятий детей. Однако есть и те, кто презрел мирские блага и теплые залы и подался в спорт, где занятия проходят под открытым небом. Эти ребята занимаются в мороз, чтобы закалить тело и дух. Это укрепляет здоровье, иммунитет. И мы становимся такими ко всему готовыми. Ну, чтобы было дыхание хорошее, чтобы можно было хорошо бегать. Мне интересно. Хочу здоровый образ в жизни вести. Слушай, а почему он не боксом? Не знаю. Ноги тренирую. И действительно, зачем бокс, когда есть сильные и быстрые ноги? И это не все плюсы от занятий конькобежным спортом. Такой универсальный вид спорта в плане общего развития ребенка. Даже не для какого-то достижения результата в будущем, а именно для общего развития ребенка, что он потом может и на коньках, и на роликах кататься. Результат на этих соревнованиях не важен. Многие из ребят на коньках стоят не больше месяца. Однако среди юных атлетов тренеры наметанным глазом выбирают будущих чемпионов, таких как наш прославленный конькобежец Иван Скобрев. Те, кто проявит себя сегодня, сможет попасть на следующие соревнования. Они пройдут 27 февраля. Это будут краевые старты. Павел Игошин для программы «Настоящее время».